Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается стабильной. На настоящий момент за сутки выявлен 31 новый случай новой коронавирусной инфекции. В городе Якутске зафиксировано 20 случаев. В Алданском районе 3 случая, в Белюйском, Мирненском, Татинском по 2 случая, в Хангаласском и Чуровчинском районах по 1 случаю. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент последние два месяца характерная ситуация, по которой ковид постепенно уходит из районов, но его количество в городе Якутске остается на том же уровне. Наши лаборатории вместе с лабораториями Роспотребнадзора продолжают исследования. На настоящий момент сделано 820 исследований на ковид. И практически уже к миллионному количеству тестов мы подходим. Сегодня на территории Республики проведено на новую коронавирусную инфекцию 997-600 тысяч тестов. В Республике продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Первую вакцину получили 99,5% лиц, которые были записаны. И, соответственно, исходя из того количества вакцины, которые у нас есть. Вторую вакцину сейчас у нас получили уже 42 766 человек. Никакой проблемы по наличию второй вакцинации в Республике не существует. Все граждане приглашаются в период через 20 с лишним дней для получения второй вакцины. На настоящий момент мы ждем поступления вакцины по разнарядке Министерства здравоохранения Российской Федерации. И будем, соответственно, приглашать людей по очереди на первую вакцинацию. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, указом главы Республики Саха на настоящий момент Асен Сергеевич Николаевым снят ряд ограничительных мер, которые характерно были установлены в нашей Республике. Тем не менее, я хочу обратить внимание на оставшиеся ограничительные меры, которые должны способствовать, прежде всего, нераспространению этой инфекции. Необходимо обратить внимание на анализ тех случаев, которые нами сегодня осуществлены. Так, в Алданском районе все случаи, которые сегодня имеются и выявлены, они связаны с приезжающими из-за пределов Республики Саха-Якутия на работу. Соответственно, соответствующим предприятиям золотодобывающей промышленности на территории района будут внесены соответствующие предписания и поставлены на контроль усиления работы лиц, которые приезжают на работу. Кроме того, обращаем ваше внимание на необходимость при выезде на различного рода отдых, на мероприятия, которые сейчас были более свободны, обращать внимание на то, что вновь появились случаи завозной коронавирусной инфекции на территории Республики. Соответственно, каждый случай завоза коронавирусной инфекции также рассматривается как самостоятельный случай и, соответственно, выдаются предписания Роспотребнадзора на соблюдение режима самоизоляции.